Привет, друзья! Начать хочется с того, что я очень люблю Nintendo Switch. Решение большой N сделать консоль, в которую можно играть как в портативе, так и дома на большом экране, лично для меня оказалось просто золотым. Если вы часто смотрите мои видео, то знаете, что я считаю очень правильным и нужным делать кроссейв в играх, которые выходят на PS4 и PS Vita одновременно. Ведь насколько удобно погриндить в той же финалке в метро и вернуться к сюжетным перипетиям дома в кресле перед телевизором. Со свечом вообще не нужно париться о таких мелочах. Да, мне все еще кажется, что размером переключатель великоват, но его плюсы перекрывают отсутствие возможности таскать консоль в кармане. Один фиг почти всегда хожу с рюкзаком. И конечно, в нашей стране самой большой проблемой с точки зрения игроков, а точнее сказать покупателей, является стоимость. Как самой консоли, так и игр для нее. У нас почему-то все привыкли получать все бесплатное или за копейки на распродажах в Steam, а потом возмущаться, что игры не переводят на русский. Так, меня опять понесло. Жди реки нечистот в комментариях. Сегодня не об этом. Местами я согласен, что ценовая политика некоторых проектов неадекватна. Не то, что для России, а для мира в целом. Аркадные Super Mario Bros. за пятихат или Атака Титанов с костюмами за семь косарей, это не то, что сильно, это прям полный финиш. Но ААА-проекты и систем-селлеры, как Zelda, Mario Odyssey или недавний Kirby, на которые в скором времени будет обзор, стоят тех же денег, как и любая другая новинка на любую другую консоль. И при этом, в отличие от каких-нибудь Battlefront'ов и Assassin'ов, не сподвигают на вливание кучи денег во внутриигровые покупки. Nintendo DLC-то для своих проектов совершенно недавно завозить начала. Сторонние разработчики стали активно поддерживать Switch, и в скором времени на него даже выйдет ремастер Dark Souls. Могли ли мы когда-то мечтать о том, что сможем восхвалять солнце, трясясь в маршрутке? Правда, я слабо себе представляю, как играть в такие игры без паузы, но это уже другой вопрос. Узнаем в мае. Естественно, с таким активным развитием платформы на неё потянулись и менее известные проекты, в том числе и от инди-разработчиков. И вот зашёл я тут в очередной раз посмотреть, что же интересного, в ближайшее время завезут в eShop, и заметил странное. Цифровой магазин переключателя начинает превращаться в Steam. Маджонг за 350 рубликов, мобильного вида стратегии за 420, бинго, странно выглядящие головоломки, и всё по минимальному прайсу в 300 рубасов. Кто там в комментах к ролику про Iron Maiden горел, что аж 400 непроклятые капиталисты и 3D Realms просят за ранний доступ к устаревшей демке? При том, что покупаешь ты не демку за эти деньги, а по сути вкидываешь в разработку интересного проекта от именитой студии, как на кикстартере, а в бонус сразу же получаешь возможность пощупать превью. И среди всего этого набора иной раз попадается дичь, если не почище, то на уровне со шлаком из Steam, о котором мы, скорее всего, тоже однажды поговорим. Но сегодня eShop, а точнее самое его дно. С вами, как всегда, Виктор Карасёв. Поехали. Во имя Сигеру Мияммота. Да, раз мы сегодня начали с удобства и мобильности, мне показалась неплохой идеей показать вам вот такую крутую штуку, которую мне подарили ребята из Kingston. Как и Nintendo Switch, MLB G3 призвана сделать вашу жизнь мобильнее и удобнее. Такая небольшая коробочка в вашем кармане сделает жизнь намного легче. Это Powerbank на 2-3 зарядки телефона. Устройство для резервного копирования. Для меня это особо актуально с моим айфоном на 16 гигабайт. В два клика можно перенести всё отфотканное и отснятое в поездке в память девайса или на внешний носитель. Будь то SD-карточка или внешний жёсткий диск. А при необходимости ещё и карманная Wi-Fi-точка доступа. При этом стоит сие чудо ненамного дороже обычного Powerbank. Вообще у ребят из Kingston очень много полезных устройств, значительно облегчающих вашу жизнь. Я частенько заглядываю на их канал, где помимо обзоров железных новинок можно найти ролики с экспериментами, краш-тестами. Давайте вот только сейчас не будем рассказывать в комментариях, что вы не любите смотреть на то, как симпатичные девушки издеваются над техникой. Это ж прям как порно. Любят все, но признается не каждый. Историями реальных пользователей. Больше всего мне нравится, что ребята берут интервью у неожиданных пользователей своей продукции. Как вам, например, рассказ про экшн-камеру от профессионального лётчика? Ну и, несомненно, немного креативной дичи, как, например, поздравление с Новым годом от маскота компании. Вы, кстати, знали, что этого краснолицого зовут Рекс. В общем, если любите хороший, качественный контент, крайне рекомендую подписаться. Этот канал совершенно точно скрасит вам ожидания, пока все играют. Что? Я сказал, что мы всё ещё планируем новые выпуски? Да нет, вам послышалось. Итак, No Thing. Какое говорящее название. 139 рублей в Nintendo eShop. Также доступно в Steam и на мобильных платформах. Кто бы сомневался. Описание гласит. No Thing – минималистичная сюрреалистическая игра, действие которой разворачивается в тоталитарном режиме будущего. Она рассказывает об офисном сотруднике, которого посылают с важным сообщением к королеве льда. В этом наборе есть абсолютно всё, что я люблю. Сюрреализм. Восхитительно. Тоталитарный режим будущего. Звучит по-орвадски. Обалдеть. Картинка явно заделана под будущее, каким мы его видели в 80-х-90-х. Заверните два. Разработала её такая же ноунейм-компания Evil Indie Games. На счету пяток игр для мобилок. Я уже предчувствую прям. Про сюжетную линию сказал. Это я уже перехожу к ключевым аспектам в описании. Радикальный геймплей. Поехали. Помните, была такая школьная шутка? Маша, а ты была бы готова полюбить радикала? Ради чего? Вот это тот самый геймплей. Аж целыми двумя кнопками вам придется поворачивать вашего офисного сотрудника на пути к королеве льда. Собирать непонятные кубы и стараться не сбиться с пути. И это сейчас было чересчур эпичное описание феерии, творящейся на экране. Да, на случай, если вы подумали, а я бы подумал, что с ютубом что-то не так, не переживайте, с ним все в порядке. И это даже не я вдруг решил стать артхаусным блогером, творцом непонятных глупому обществу абстрактных визуальных идей и играясь с фильтрами, пытаясь вызвать у вас рвотный рефлекс. Это, как любит писать Женя Бэткомедиан, оригинальный монтаж. Именно в таком виде и именно вот это вы будете наблюдать на протяжении игры. Вы же оказались в будущем, а на дворе стоит 1994 год. Чё, пацаны, ретро-вейв? Про эту восхитительную игру мне хочется сказать столько, что я просто теряюсь. Наверное, самым лучшим будет остановиться вот на чём. В сентябре 1977 года увидела свет легендарная приставка Atari 2600. Уверен, что большинство из вас никогда в неё не играло и знакомо разве что с историей об игре E.T., которая по одному из мнений историков привела к краху игровой индустрии 80-х. Если посмотреть на игры с этой консоли сейчас, они, скорее всего, вызовут у вас смешанные чувства. Выглядят они все очень схематично, геймплей у большинства элементарный, а то и вообще никакой. Но даже на грёбанной Atari есть игры, более достойные вашего внимания, чем это сраное непонятное нечто. Более увлекательные, наполненные смыслом и душой. Я ради интереса открыл отзывы в Steam. И знаете что? Они в основном положительные. Это к вопросу о том, что некоторые любят обвинять меня в продажности обзоров, подкрепляя это тем, что в Steam отзывы на игру отрицательные, а мне, видите ли, она понравилась. Неслыханно, правда? Знаете, какую ассоциацию это всё у меня вызывает? Наткнулся я не так давно в iTunes на вот такое. Я заранее прошу прощения. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы вдруг не поняли, это музыка. По крайней мере, в понимании автора, которого зовут Дэйв Филлипс. Я позволю себе процитировать, что автор говорит о своей... Нет, я не могу называть это музыкой. Даже душоизлияние в жопу пьяного алкаша Серёги из соседнего подъезда, терзающего уши всех окружающих своей расстроенной трёхструнной гитарой, могу. Это нет. Одна из причин, почему Нойс существует, это то, что он является результатом самоосвобождения от музыкальных канонов и конвенций. Но также его двигателем выступает детское любопытство и ощущение открытия. Такое отношение восходит к ранним футуристам, современной академической музыки, конкретной музыке, хотя и фри-джаз, панк-движение, культура DIY дали ей хороший толчок. Но это всё равно будет некоторым упрощением. Не обязательно понимать это явление в отношениях анти. Для меня это скорее новое и передовое. Есть много вещей, о которых я хочу сказать на своих концертах, поэтому мне хотелось бы передавать некий комплекс идей. Скорее не месседж, а пищу для размышлений, которую можно было бы потом унести с собой. Желательно бы сразу уносить такое с собой и никому не показывать. Но это, матерь божья, есть в iTunes, а вот это в Nintendo eShop. И в такие моменты я вообще не понимаю, куда катится этот чёртов мир. У меня всё. Извините, я больше не могу. До скорых встреч, друзья. Пойду лучше вторую платину в майонезе выбью. 139 рублей. И правда, докинул бы чирик и шавуху бы лучше купил.